Если посмотреть на то, как вы распределились, я недавно покинул компанию Unity в понедельник и перешел в компанию Opower с пятницы и понедельник. И если посмотреть на ваше распределение, то если половина отсюда пересядет туда, то здесь останутся девелоперы, а там будет арт. Это очень интересное наблюдение, что разработчиков, оказывается, там не так много надо. На самом деле огромные игровые компании работают за счет очень большого количества художников, дизайнеров, тех, кто делает звук, тех, кто делает геймдизайн. Вы знаете, что такое геймдизайн? Это чтобы было весело. Я когда пришел, я думал, что чик-чик и в продакшн я напишу первую игрушку, это будет очень просто. Я написал там машинка едет, зомби сбивает, кровь везде летит, простите, а играть неинтересно. И я вот тяжелым, как бы есть способ узнать что-то легко, а есть способ узнать что-то тяжело. Вот я через тяжело, несколько попыток сделав, узнал, что такое геймдизайн и стал уважать геймдизайнеров, потому что они умеют сделать вам весело. Сделай мне хорошо — это к геймдизайнеру, сделай красиво — это к художнику, а сделай все остальное — это к кому? К программисту. Ура! Еще раз давайте спросим, кто тут программист? Ура! Сделай все остальное — это к нам. Ты же программистом. Вы знаете, кто такой ты же программист? Знаете? Ты же программист, да? Это все мы. Ты можешь сделать все, что угодно. Еще Михеланджело говорил, что скульптура есть внутри камня, нужно всего лишь отсечь лишнее. Так же самое получается, что программа тоже у нас есть внутри нашего кода. Если отсечь лишнее, получится тоже что-то очень хорошее. Но вообще она тоже есть, ее надо просто взять и написать. Ну и эта картинка позавимствована у Максима Дорофеева. Она символизирует дзен. Я ее вспоминаю, я хочу ее распечатать и положить себе вот во все места, где можно. Она говорит «fail fast, fail early», что означает лучше попробовать и упасть сейчас, чем не попробовать и упасть в конце проекта. В последнюю ночь это будет больно. То есть эта картинка говорит о том, что боль и страдания их нужно испытать прямо сейчас. Попробовать и сделать как получится, потому что в последнюю ночь вы будете, поверьте мне, кто делал как получится в последнюю ночь? За час до проекта, да? Кто думает теперь, что эта картинка смогла бы изменить его жизнь вовремя полученная? Я думаю, что да. Поэтому мы начинаем с самого тяжелого обычно. Чтобы не делать, не тянуть до последнего, мы должны начать с того, что имеет самый большой вес в нашем проекте. Это UI. Нет? Кто любит UI? Ну я чуть-чуть люблю иногда, но в чем проблема UI? Так в чем проблема UI? Что? В начальниках. Проблема дизайна в начальниках. Каждый новый начальник хочет внести некую лепту в любой продукт. И он начинает с того, что то, чего я не вижу, например, серверной части, она для него может не существовать. Но он видит UI и хочет его сделать лучше. Вы узнаете, что это? Кинопоиск. Кинопоиск, точно. Вот он был раньше, вот это редизайн. А вот я сегодня утром снимал картинку. Он стал обратно таким же. В чем ошибка кинопоиска? Ну мало того, что в редизайне. Бог с ним. Заредизайнили как смогли. Я верю, что это было все с хорошими намерениями. Вот это получилось. То есть эти актеры, режиссеры, кому они нужны? Это лишняя информация, замусоривают. Ну вот это дзен. Здесь появились кнопки купить, просмотреть платно и войти на сайт. Ну, новые фичи. Проблема в том, что они тронули самое сокровенное – UI. То есть помимо того, что редизайн затронул фичи, редизайн еще убил некоторые те штуки, которые хорошо работали. Они решили переписать все сначала. Когда вам говорят, ну кто-то из разработчиков приходит, кто вообще хотел хоть раз в жизни переписать все сначала? Блин, вы это, я, похоже. А у кого все это хорошо получилось сначала переписать? Ну так, я недавно UI переписал, ну кусочек сначала, только получилось. Переписать UI сначала можно, переписать все сначала очень проблематично. Почему все переписать сложно? Потому что возвращаемся к той старой картинке, потому что все уже сделано. Вы с каждым шагом делаете те же самые ошибки. То есть в этом с вашим solution уже ошибки все сделаны. Их надо только исправить, как с цитатой, с камнем. Здесь можно отсечь вот это, что-то подправить, оно будет работать. Самое ценное в существующем всем – то, что это работает. А API – это ядро вашего того, что вы делаете, вашего проекта. Ядро вашего продукта, он меняется очень редко, меняется не так часто. И в основном UI что-то добавляют, правда? Вы все добавляете к UI какие-то штучки. Поэтому UI – это как интерфейс для разработчика. То есть пока у нас нет фронтенда, мы уже можем что-то делать, используя разные UI. Мы можем использовать UI и уже думать над тем, каким будут у нас, какие будут функции, как мы будем нажимать на кнопочки, представлять что-то и иметь предмет для разговора с дизайнером. Это болезненный разговор, но он должен состояться с фронтенд-инженером. И в конце концов все как-нибудь закрутится. То есть API – это наш с вами собственный UI для разработчиков, для настоящих. И поэтому я считаю, что API должен быть, потому что мы все разработчики, мы все хотим жить счастливой жизнью, он должен быть сделан с любовью и заботой. Иначе вас будут проклинать все люди, которые когда-либо получат доступ к этому UI. В реальной жизни UI не всегда получается идеальным. У кого был идеальный UI? Был ли у кого-то? Был просто хороший, да? Был чей-то хороший UI. В реальности с API работать бывает сложно, это боль. Но этот человек уже вырубился, но на самом деле бывает просто больно. Ты не можешь понять, что делать, ты не можешь понять, как что-то сделать. Ты начинаешь искать ответ в документации. И что в документации ты находишь? Ну ты находишь продолжение боли. Ты понимаешь, что документацию могли не до конца дописать. Иногда документацию пишут вместе с твоими усилиями, причем на твоих же ошибках, когда ты обращаешься, особенно к провайдеру API в другой организации. Вы работали с двумя другими организациями, когда они предоставляют вам API? Вот это самое веселое, самое интересное. То есть они, я думаю, икали ночами, и днями, и утрами, когда я пользовался API, когда они возвращали результат в разных кодировках. Это же может быть. В документации написано, что нет, но реально это может быть. И мы открываем ответ в... Боже мой, я даже скачал его, Hex Editor, чтобы сравнить по-байтово то, что они возвращают, чтобы понять, какие кодировки используются у них вообще в ответе. Это боль и страдания, и плохой API сделать очень просто. А хороший API сделать очень-очень сложно. Соответственно, хороший API – это тот API, которого вы не замечаете. Согласны? Которым работать легко, весело, жизнерадостно, когда ты идешь на работу и думаешь, сейчас продолжу работать с этим хорошим API. Вот, в принципе, мы, когда делаем вот это, должны заботиться о таких вещах, как простота использования, как пользовательский опыт, user experience, ну, то есть как юзабилити, и тогда у нас будет счастье. Счастье тех, кто, ну, как бы, хватит тех, кто будет пользоваться нашим API. То есть API, driven development, это такая, ну, как бы, фраза, спрашивают, а мы не слышали раньше про ADD. На самых этих DD развелось очень много. Любые буквы скомбинируют с DD, по-моему, весь алфавит уже есть. И behavior-driven development, и test-driven development. Вот теперь есть API-driven development. Мы шутили над тем, что может быть pain-driven development или punishment-driven development. Они оба идут на букву P. Поэтому все, что хотите, можно скомбинировать. Получается очень интересное. Может, у вас есть какие-то свои версии? Google-driven development. Google-driven development. Шикарно. Что? Stack overflow. Ну, это сложно. Это уже две буквы. Ну, да, да, хорошо. Ну, вообще много, много чего может быть. Я не хочу какой-то дополнительный термин выдумывать, тем более, что его выдумали до меня. Есть несколько статей про API-driven development. Я вас подталкиваю. То есть цель подтолкнуть вас к тому, к той мысли, что API – это очень правильное место для того, чтобы начать разработку. По той причине, что fail-fast здесь как раз и оправдывается. Мы, когда делаем разработку через API, мы начинаем работать с самого низа, с нашего доменного уровня, с нашего бизнес-уровня. Потому что, чтобы написать нормальные API, особенно нормальные REST API, когда мы все трактуем ресурсами, нам нужно понять, с чем мы вообще работаем. Бывает такое, прибегают к тебе, говорят, тех заданий еще нет, но надо начать писать что-то. Было такое? Было. Ну, вы же все работали здесь. Было такое. Прибегает начальник, говорит, мы еще там спецификацию не написали, но вы должны уже работать, клиент уже платит, он хочет результат. Ну вот даже в этом случае мы все равно должны начинать впервонаперво с каких-то основ, понимания того, что же за бизнес у него, какие сущности. И когда мы в прошлый раз начали, мы начинаем со схемы данных, мы, как правило, заканчиваем очень хорошо, потому что схема данных, практически, как мы видели, UI может поменяться вообще в любую минуту. А схема данных у нас остается, остается, остается. Иногда ты смотришь на схему данных, которая сделана 20 лет назад, и ты спрашиваешь, можно ли что-то поменять, тебе говорят нет. 20 лет уже ее никто не трогал. Или говорят, да, можно. Наш DBA в отпуске через месяц будет, он рассмотрит твое предложение на изменение схемы данных. Схемы данных штука очень живучая, поэтому, когда мы занимаемся API, продумываем бизнес-домен, продумываем то, как будут наши пользователи общаться с нашими данными. И, кстати, мы им не будем показывать, что же они там, что происходит за пределами этого API. То есть мы можем разделить приложение на разные кусочки, независимые. И это все будет хорошее вложение. Когда мы с Сандером общались на тему того, на что стоит тратить время, он говорит, трать время на то, что продержится дольше всего. Трать время на то, что проживет как можно дольше. Мы разговаривали в сфере, в разрезе написания книг. Он говорит, нельзя писать книжку по конкретной технологии, пока ты закончишь, она устареет. То есть то же самое, ты начинаешь делать какую-то штуку, чем ближе к пользователю, тем быстрее она меняется. Чем меньше меняется, тем дольше, тем лучше твои инвестиции окупаются. И ошибки. Самое главное, ошибки на уровне API, они очень болезненные. Болезненные для всего коллектива, задействованного в разработке. Потому что, когда ты говоришь, ребята, у нас тут появилась идея, мы не все предусмотрели, мы поменяем вот эти API. Что происходит? Происходит хаос какой-то. Кто-то не знал, например, что API поменялись. Где-то что-то упало, и никто пока не знает. У меня даже случай настоящий есть, когда ребята наняли разработчика, у них поменялся API, и они теперь не уверены, работают ли у них мобильные приложения. Им нужен был срочно разработчик, который проверит кучу старого ненужного функционала, работает ли он теперь вообще или нет. Ну, говорить про тесты не придется. То есть мотивация для того, чтобы сконцентрировать свою разработку вокруг API, то, что ошибки на уровне данных, ошибки на уровне API, они наиболее болезненные, и чем раньше ты о них узнаешь, тем лучше. Потому что как только ты выдал API наружу, все уже будет публично, люди будут этим пользоваться, люди будут вас ненавидеть, если ты что-то поменяешь. Вот когда меняется API, и ты об этом узнаешь, что каждый чувствует. Тебе приходит письмо, хорошо, если письмо приходит. У нас изменение API, вот новая спецификация. Да, да, я чувствую, что у меня сейчас появилось море, море работы и горы работы. Если нет тестов, это значит еще море не светит в ближайшее время, потому что мы ничего не узнаем. Я работал с SMS-гейтвеем, работали с такими штуками, SMS-ками с памятью людей, добрых людей, плохими SMS-ками. У этого SMS-гейтвея были API, были описания, был какой-то контракт, было все там прописано печатями. Когда я его начал пользоваться, он оказался, отвечал самым странным образом. Я написал тесты, которые проверяли, работает ли этот гейтвей, так как предсказуемо, так как написано в документации. И сделал себе целый тест-сьют. Через пару месяцев мне ребята звонят, мы отказались от этого гейтвея, что-то не получилось просто по бизнесу. Потом они звонят и говорят, слушайте, там были тесты какие-то. Говорит, можешь запустить? А лучше можешь нам их дать? Потому что, говорю, у вас своих тестов нет? Они говорят, нет, ты был единственный, кто додумался написать тест, и мы все поменяли, теперь не знаем, работает ли оно вообще. Это было неожиданно и очень приятно. То есть ваши тесты сыграют, работают и на вас, и на того человека, и на всех, кто может получить от них какую-либо пользу. Поэтому тесты важны. И особенно с API хорошо, что вы можете тестировать их интеграционно. Ну и самое приятное, что их практически никогда не переделают полностью. То есть я не видел еще случаев, когда кто-то взял и все API поменял. Потому что это означает, что мы просто грохнули приложение, переделали все заново. Обычно мы расширяем API какими-то недостающими функциями, с кем-то интегрируемся, что-то делаем. Но так, чтобы полностью все заредизайнили, это бывает редко. И кроме того, вы используете API Moki. Например, вы просто сделали какой-то маленький серверочек и просто возвращаете какой-то результат. Кто? Да. Это очень прикольно, потому что люди, во-первых, знают, как этим пользоваться и могут сразу дернуть и получить какой-то ответ. Этого, как правило, достаточно для того, чтобы начать прикручивать ваши API к какому-то мобильному приложению, к веб-приложению, к чему угодно. Более того, я даже так на Олимпиаде по информатике, у меня не было времени решить задачу полностью, но там было описано 5 примеров. 5 примеров, ожидаемый вот, ожидаемый ответ. Я думаю, почему не закодить их? Времени все равно есть, там еще минут 15. Я закодировал вот эту табличку просто в маленькое приложение. Если вот такое вывести это, если вот такое вывести это, я набрал 10 или 15 баллов. Оказалось, данные из методички использовались как набор тестов для того, чтобы оценивать приложение. То есть не надо недооценивать заглушки API, они когда-нибудь вам очень сыграют полезную службу. То есть у некоторых людей даже может сложиться впечатление, что оно уже работает, если они будут вызывать только один запрос. Кроме того, кусочки кода могут использоваться в документации вместе сразу с этими шаблончиками для вызова. Так вы можете очень хорошо коммуницировать с вашими разработчиками, потому что они говорят, приведи, ты даешь ему просто документации API и описываешь, что оно возвращает. Но когда ты приведешь кусок прямо от JSON или XML, который он вернет, человек может прям лучше понять или где-нибудь заложить его себе. А если у тебя даже есть какая-то точка, которая, endpoint, который вернет тебе этот результат, то это вообще шикарно, потому что его можно дернуть из программы, получить в программе, посмотреть, что все работает у тебя прямо, как было задумано. Поэтому я считаю, что API-centric development, то есть когда мы строим нашу разработку вокруг API, он имеет самый большой возврат по инвестициям вашего времени. Вы выложили времени много, но не так много. И при этом пользу вы получили очень-очень-очень в больших количествах. То есть идеально API – это как шов такой. То есть вы можете разделить, например, клиент и сервер. И вы, когда сделали вот такие заглушечки, вы можете продолжить работу на сервере, не отвлекая, не задерживая команду фронт-энд разработки. Они могут уже что-то делать. Вы можете периодически им обновлять эти моки, и в то же время вы можете продолжать пилить свою часть, которая связана с логикой, с базой данных. Чаще всего бывают, вы были в ситуации, когда говорят, вот, пока не будет готова серверная часть, мы не приступим к разработке клиента мобильного или там веб. Было такое? Было. А если есть какие-то заглушки API, мы можем дать их разработчику. Я недавно делал так приложение. Он говорит, вот, когда будет готов сервер. Я говорю, вот он готов. Вот уже 2 минуты на Node.js я набросал какие-то там API-шки, я дал ему, говорю, вот, работай с этим пока что. Он вроде не хочет, но говорит, ну, хорошо. То есть уже у вас меньше, как бы, больше, как бы, возможности коммуницировать вместе с другими людьми. Хорошо, когда ты коммуницируешь на словами, но лучше, когда ты ссылочку на какую-то работающую API-шку передашь, и человек может ее запустить, и, кстати, он может себе тут же дать фидбэк. Он скажет, что мне не хватает какого-то ключа. Мы же просто заглушку сделали, какие-то данные поставили. Он говорит, слушай, а где токен? Я говорю, какой токен? Он говорит, ну, security токен, он же должен там туда передаваться. Куда его передавать? Я говорю, о, блин, токен. Записали, хорошо, дали ему там. Он говорит, а как мы будем получать в результате там названия метода? Я говорю, блин, никак. Хорошо, дописали. То есть мы можем с ним общаться, рассматривая наш JSON, который он получает от вымышленного, так сказать, сервиса, который еще не полнофункциональный. Но мы очень можем хорошо поговорить. Я его там за 10, 15, 20 минут допилю и продолжу потом. Реализация займет намного больше времени. Она займет уже дни, если не недели. Но мы уже хорошо поговорили о спецификации. Вот. Ну и у нас, конечно же, есть хорошие проекты, на которых нас никто не остановит никогда. Они в хорошей форме, да, все шикарные. Если нас до сих пор не остановили, значит, все прекрасно. Да. Как мы поступаем чаще всего с проектами, которые делаем? У нас обычно всегда в команде находится человек, который любит базу данных. Есть у вас такие в командах? Есть всегда этот человек, он всегда есть. Я сколько работаю, всегда он находится где-то. И мы коллективно работаем над структурой данных. Мы делаем какие-то опишки, потому что он хочет поработать. Те, кто работает с базой данных, они как люди искусства. Они любят делать это тщательно, долго. Тебя к сиквел-запросам не пустят просто так. У вас будут хранимые процедуры. Их можно модульно тестировать, кстати, если постараться. Можно модульно тестировать хранимые процедуры. Можно делать это даже через такие же API. Мы пишем обязательно интеграционные тесты. То есть если у вас есть API, можно сразу написать, выразить ваши спецификации в тестах. Кстати, тесты к API писать не так сложно, потому что если ваш сервер стейтлесс, то есть он не хранит состояние, то тестировать его вообще одно удовольствие. Если же он хранит какое-то состояние или как бы с этого состояния сложно достичь, то мы как бы в этих тестах используем такую технику, что мы сначала перед прогоном теста мы засеваем базу данных какими-то значениями. Вы делаете так? Чтобы через API получить реальный результат, потому что через API додергаться до этого значения будет очень долго. И в процессе могут возникнуть какие-то ошибки не по вине нашего же API. И тест будет тестировать уже неизвестно что. То есть у нас есть end-to-end тестирование автоматизированное, но как правило мы перед тестом просто создаем ему нужную среду, прокатываем там нужные скрипты и запускаем тест проверить, что сама цепочка возвращает то, что мы запланировали. Кстати, можем сделать такую штуку сначала на моках, какой-нибудь ожидаемый результат, потом написать новый тест и в этом новом тесте потребовать новые данные какие-то. И теперь, чтобы тест прошел, нам нужно реально реализовать эту API. Зато потом, когда мы что-то поменяли в базе, неизвестно, что мы можем, во-первых, проверить это на стейджинг-серверах, на девелопмент, на локальной машине запустить. То есть где угодно у нас есть возможность получить самый важный ответ на самый важный вопрос. А оно все еще работает? К вам приходят, периодически спрашивают, работает ли сервер. Если что-то не работает, то к тебе кто-то придет и спрашивает, а работает сервер? А если нет тестов, да. Ну, ты отвечаешь, говорит, ну, наверное, работает. Давай попробуем. Допустим, мы запускаем какой-нибудь запрос простенький, и ты говоришь, да, работает. Все. На самом деле, если у нас есть хороший сьют тестирования, то мы можем ответить на вопрос, работает ли и насколько работает, и есть ли какие-нибудь API, которые работают не по спецификации. Самое для меня большое, что мы можем в случае с API, ну, разработкой, которая находится вокруг API, когда мы сделали вот эти API спецификации, и когда мы сделали заглушки, мы можем разделить работу. Я, например, там два месяца работал над фронт-энд-частью. Я мучился с ангуляром, это было весело, но, тем не менее, мы переписывали полностью API на AngularJS, не API, мы переписывали веб-прид-часть на Angular, и мы не поменяли ни одной API-шки, то есть я работал абсолютно независимо от всех остальных. Это удобство того, что вы один раз, сделав этот шов, можете потом продолжать работать очень-очень независимо. Ну, конечно же, простота – залог счастливой жизни. И, как говорит Питер, что простота – лучше функциональности. Я, в принципе, с ним солидарен. Если все просто и работает, то если что-то, чего-то еще нету, то это может быть не беда. Но если у тебя много всего, но ничего не работает, или все очень сложно, то это большая беда. Не катастрофа, конечно, но беда. Эта беда случилась с XML. Помните такой был? XML. У кого-то еще есть XML. Да, ну у всех, ладно, ладно, у всех есть XML. Немного XML есть у каждого. Но вот красненькая – это популярность JSON. Хотя меряют это Google Trends, то есть насколько часто упоминают то или иное словосочетание в интернете, что может значить, что люди ругают JSON, и поэтому часто упоминают его. Но даже если люди ругают JSON, то это тем более означает, что они им пользуются. Если кто-то что-то ругает, значит он это что-то любит. Хорошо. И вот, значит, XML потихоньку уходит, потому что простота – залог всего. То есть JSON в первую очередь, хотя иногда я вам скажу, что я смотрю на XML, и он может быть читаемее. Может быть читаемее. Но тем не менее все переходят сейчас на JSON, потому что у него очень много парсеров, его парсить намного проще, у него структура намного проще, и он нативный для JavaScript, который скоро захватит мир и все. Кто программирует на JavaScript? Но не захватит. Хорошо. А на Java? А некоторые любят, некоторые говорят, что, ну, некоторые начинающие говорят, что Java и JavaScript, знаете, их путают вот это вот все. И до сих пор уже сколько лет прошло, а все еще люди говорят, да, но это же связано с Java, и говорят, никак. Ну, особенно рекрутеры, да? Java и JavaScript тебе пишут там. Да, 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 у вас же написано JavaScript, значит, вы можете и на Java. Смешок пошел, да. Хорошо. Есть такие вот опишки очень прикольные, там шутки, шутки про Чака Норриса. Вы знаете шутки про Чака Норриса? Мне кажется, даже шутить про Чака Норриса небезопасно. Но, тем не менее, есть сервис, который может порадовать вас случайной шуткой. Этот слайдик здесь показывает, что HTTP очень простой протокол, по которому очень легко взаимодействовать со всем чем угодно. Раньше были всякие бинарные протоколы, очень активно использовались. Много всего было. Была одна проблема. Их очень-очень сложно отлаживать. Здесь же мы можем запустить какой-нибудь простенький инструментик и получить абсолютно быстро случайную шутку про Чака Норриса. А если у нас нет инструментика, что мы делаем, в браузер вставим и получим случайную шутку про Чака Норриса в браузере. Это большая шутка. Какие-то опасные шутки пошли про секс с мужчиной. Нет, Чак Норрис с этим не совместим. Я не знаю. На самом деле вы можете попробовать эту опишечку, если вы не боитесь. Она может быть опасной для жизни, конечно. Да, но вы знаете, что Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды. В общем, это очень легко читается. И есть такое понятие, как REST. Кто знает, как расшифровывается REST? Все слышали аббревиатуру? Вот он. Есть. Но это в жизни не главное. То есть если вы не знаете, как оно расшифровывается, не беда. Потому что я тоже долго запоминаю. И лишние знания, то есть если вы забыли, как оно называется, значит ваш мозг, он очень умный аппарат. Он посчитал, что это вам в жизни не пригодится. И, конечно же, там, как сделать больно человеку. Вы знаете про собаку, которая делает больно по-другому? Не знаете, маленькая собачка, они говорят, она делает больно по-другому. И там стартапер сидит. Он говорит, ну как же, как же. Он говорит, твой стартап не взлетит. Он, а-а-а. Так и здесь. Если вы хотите обидеть разработчика, а мы все люди ранимые, вы скажите, это не REST. И он, а-а-а, это не REST. И все. На самом деле это не беда. То есть REST это стандарт, который, есть даже термин, который называется рестафарианин. Есть растафариани. Они счастливые люди. Они, знаете, кто это такие, да? Растафариани. Это Боб Марлей, например. Они исповедуют счастье и активное курение марихуаны. А растафариани, они люди скучные. Они проповедуют использование реста только в его идеальной форме. Как его описал Рой Филдинг в главе пятой своей PhD работы. Но он делал это для диссертации. Он хотел порядок. У него там была структура определенная и научный интерес. Какой интерес у них, я не знаю. Но у REST есть куча ограничений. Мы можем с ними познакомиться подробнее. То есть все, что мы хотим знать о REST, это то, что он относится ко всему как к ресурсу. Мы чуть-чуть дальше посмотрим на это. Я вам быстренько в двух словах опишу. То есть мы перешли к той части, которая говорит о том, что такое хорошо и что такое плохо в мире API. Если я дублирую то, что вы уже знаете, простите, ради бога, но REST, я так понял, это тот термин, которым вы можете теперь обзываться. Если кто-то говорит, что это не REST, ты говоришь, что ты что, REST, REST, и хоть как-то можно защищаться от людей, которые не дают вам нормально жить. Есть люди, которые зовутся прагматиками. Они более практичные, они ищут простые, удобные, логические решения вместо идеалов, идей и теорий. Есть такая аббревиатура, как CRUT. Я вас не буду уже грузить. Она относится к нашему REST. Очень просто. Мы используем… Вы знаете, что у HTTP, вот здесь вот там в примере простом, были глаголы. Здесь был использован глагол GET. Этих глаголов есть еще множество. Самые стандартные – это у нас GET, POST, PUT и DELETE. Но есть еще куча нестандартных, если вы… Ну, в принципе, вы можете расширять. Есть разные условия. Да, есть options, есть head, есть еще куча всего. По идее CRUT, концепция, использует только основные, которые нужны для манипуляции ресурсов. То есть с ресурсами у нас есть какой интерес? Создать его, прочитать, заапдейтить или удалить. Но если у нас коллекции, ну, есть еще разновидности CRUT, которые называются как SCRUD, это если ко всему и прочему вы хотите еще искать. Или CRUDL, если вы хотите еще получить листинг ресурсов. Или BREAD. Или DRULOP, боже мой. Ну, то есть люди упражняются с разными аббревиатурами. На самом деле не в аббревиатурах счастья. Вот Мэтс, наш коллега Мэтс, будет очень счастлив, что в честь него есть такая же аббревиатура, которая очень похожа, просто поменяли слова местами. Вот. И есть стандарт, то есть REST буквально, вот что такое REST. У нас есть ресурсы. Я слайдика не сделал, зато у меня есть Postman. Postman это уникальная утилита. Вы пользуетесь Postman? Да. Это должен быть громкий. Да, пользуемся. Потому что Postman позволяет вам отлаживать ваши приложения, ваши опишки, очень быстро и быстро моделировать там заголовки, обращаться к коллекциям. Более того, он позволяет сохранять все это в коллекции, сохранять файлы, передавать друзьям, сохранять в репозитории, он много чего может позволить. То есть здесь у нас есть вот типичный, там типичный, можно сказать, REST сервис. У нас есть шутки, шутки про Чака Норриса, как мы с вами уже говорили, опасные шутки. Jokes названы как коллекция. То есть в этой коллекции есть шуточки по номерам. Например, шутка номер 15. Это будет entity. И к коллекции, и к entity можно сделать запрос с разными глаголами HTTP. То есть мы можем там сделать, удалить шутку. Ну у нас, скорее всего, нет прав. Но мы можем сделать там пост шутки и запостить, создать новую шутку таким образом. То есть это вот и есть сочетание такого урла, как коллекция или как entity. Это две основные штуки. То есть есть вот jokes, это коллекция. И есть обращение jokes slash 15. Это шутка номер 15. Это entity. Мы получим конкретную шутку про Чака Норриса. Вот. Это по большей части, с учетом того, что у нас все будет stateless и будет соблюдать другие констраенты ограничения rest, это и будет rest. То есть API считается restful, если он поддерживает ограничение rest. Geteos. Это гипертекст, как движок для состояния приложения. Это такая штука, которая позволяет делать нам тот же самый rest, делать вот API самоописывающимися. Вот, например, такая опишечка. Мы вызвали там, здесь идет обращение account slash 12345. Кстати, нарушение в принципе стандарта в том, что должно быть не аккаунт, а аккаунт, потому что это коллекция. Вот. И он возвращает нам не просто аккаунт и его баланс, он еще возвращает список операций, которые мы с этим аккаунтом можем сделать. То есть Geteos, это как вы открываете API, как веб-страничку. На ней есть линки, которые вы можете также продолжать дальше вызывать. То есть, чтобы положить что-то на аккаунт, вы должны перейти по такой ссылке, чтобы сделать там выздоровел, вы должны вызвать вот так. То есть, вы можете пользоваться этими ссылками для того, чтобы выполнять какие-то дальнейшие манипуляции с самой сущностью. И есть пример использования, это Amazon Hull. Это такой, ну, амазоновский сервис, который позволяет вам управлять. Amazon Hull, это Amazon использует Hull в своих запросах. Они первая компания, которая вот в каком-то виде реализовали этот Geteos. Есть ссылочка на Hull, как он используется в амазоновском апстриме. Здесь они вам, ну, вот в примере описывают, что у вас есть там статус какой-то, и есть ссылочки, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы выполнить какие-то операции. То есть, как по мне, если ваши API умеют самоописываться, это очень-очень полезная штука, когда особенно вы исследуете API. Да? Кстати, вот этот Geteos, он описан как часть REST. Просто мало кто им пользуется реально. Хотя на самом деле зря, потому что я считаю, что это будущее, и за ним очень много, за таким вот стилем как бы оформления API очень большое будущее, потому что вы можете как разработчик очень много получить от вызовов каждого из, ну, от каждого вызова. Вот. Как сделать наши API лучше? Кто-то использует такие именования? Ну, именования плохие, да. Именования, ну, можно так использовать, они похожи чем-то на имена методов в наших классах. Chuck Norris таких штуки не одобряет. То есть, как оно должно быть сделано согласно правильного REST, чтобы ваши API были RESTful, у вас должна быть коллекция шуток, и вы можете вызывать их по, ну, обращаться к каждой конкретной. То есть, мы заменяем все вот это на такие вот шуточки, плюс мы как параметры выносим всякие вот эти вот смешные, не смешные, глупые шутки, случайные шутки мы выносим их либо как параметры, либо как в атрибуты через там слэш. Можем использовать такую же концепцию. То есть, мы используем обычно, ну, вот стандартным образом, два урла для каждого ресурса. Один из них – это коллекция, другой – это обращение конкретной энтити, в данном случае шутки. Мы не используем глаголы в описании коллекции. Это общая практика. Глаголы могут быть использованы только на не крут ресурсах, то есть там, где мы имеем дело с API, которая не представляет собой ресурс. Такое тоже может быть. И как можно больше использовать HTTP, именно сами глаголы, для того, чтобы обращаться к разным ресурсам. Здесь плохо может быть видно, но это то, как используют, как бы какой конвенции следует Foursquare. Они там называют коллекции в множественном числе, и у них есть еще дополнительные аспекты, то есть есть users, у каждого юзера можно поставить слэш, как бы ID юзера, можно посмотреть его чекины и можно выполнить даже какие-то операции. То есть они используют такую более как бы расширенную схему. Вот. Если у вас есть какие-то non-crute операции, которые не относятся к манипуляции ресурса, то вы можете использовать, назвать его как convert или там как что-нибудь другое. Например, если у нас есть игровой API, где у нас игрок привык к тому, чтобы там кого-то рубить, да, вы играли в текстовые игрушки, называются multi-users dimensions. Играли? Я такой старый. Ладно, ладно, все, я вижу, играли. Там все выполняется из консольных команд. И вот если вы какую-нибудь доменную область, в которой человек привык к этим командам, пытаетесь переложить на православный REST, где все сделано по канонам, то ваш разработчик, у него будет в голове каждый раз возникать мешанина, когда он будет пытаться понять или вспомнить, куда ему теперь нужно вставить вот эту команду, то есть как ему построить запрос для того, чтобы выполнить какое-то действие. Если ваша доменная область плохо ложится на крут, если вы не трактуете все как ресурсы, то используйте то, что вам удобно. Чувство здравого смысла должно преобладать над какими-то стандартами. Иногда можно от них отклониться, особенно в специфических доменных областях. Мы всегда используем SSL, да? Всегда используем SSL. Всегда используем SSL. Потому что сейчас человек может зайти и дернуть вашу API откуда угодно. Она может вернуть ему что-то, что-то вернуть. Например, в гостинице может вернуть запрос гостиницы на пароль на Wi-Fi. У вас будет всегда ошибка, потому что результат мы не смогли распарсить, вылетает ошибка. Долго мы понимаем, что произошло. На самом деле HTTPS дает нам не просто защиту, шифрование, но еще и дает нам уверенность в том, что мы обратились к тому самому ресурсу, которому хотели. То есть что мы дернули ту же, ту API, которая нам нужна. Есть возможность использовать клиентские сертификаты, чтобы не гонять между клиентом и сервером дополнительные токены, чтобы не светить их. Есть куча возможностей, но самый основной месседж это то, что вы должны всегда использовать SSL. Всегда. Если пользователь дернул вашу API без SSL, что надо сделать? Есть два варианта. Редиректнуть его на SSL. А есть второй вариант. Надо вывалить ему ошибку. Пусть поправит программу, пусть дергает HTTPS, чтобы у него нигде вдруг, не дай бог, у вас появится этот открытый по каким-то причинам HTTP, и он будет делать запросы без защиты. Вот надо его отучить от этого, чтобы он никогда не обращался к вашим ресурсам без HTTPS. Вы видели автоинкременты? Вот только сегодня у вас был вот этот автоинкремент. Один, два, три, четыре, пять, пятнадцать. Какое логическое там действие с вашей стороны, если вы видите такой URL? Шестнадцать. Перебором. Давайте поищем, что у него там есть. Можно скриптец написать, который это будет делать. Так вот, кроме того, у вас тут же возникает ошибка. А как он получает эти айдишки? Может ли это распараллелиться? Можно ли параллелить такую штуку? Нет, есть где-то у тебя какой-то единый ресточник, который генерирует эти айдишки, и у тебя, если ты начнешь их генерировать в двух местах, будет какая-нибудь коллизия. То есть это говорит о том, что у нас решение а, немасштабируемое, б, что любой пользователь может взять и перебрать всю вашу базу. Если вы возьмете какой-нибудь юид, то вот это большое-большое число, там, не знаю, 24 знака, уже перебрать сложно. Никакой перебор не сработает. Поэтому у пользователя, когда ты видишь большой юид, у кого возникало желание перебирать юиды? Ну, логично. Ни у кого. Нет, нет, нет. Не поднимайте руки. Ни у кого не могло возникнуть желание перебирать юиды. Что? Чак Норрис, да. Ну, это исключительный случай. Чак Норрис, наверное, подбирает юиды, причем, скорее всего, с первой попытки. Он их угадывает всегда. Я не знаю, есть ли шутка про Чака Норрис и генератор случайных чисел, но думаю, что вы можете потом попробовать серч вот этих API. Может быть, там действительно есть. Ну, если он досчитал до бесконечности два раза, то это автоматически значит, что он перебрал все юиды. Если у нас есть какие-то дополнительные там сложность, какие-то фильтры, что-то еще, мы это все двигаем туда в параметры, потому что это все, вот все, что у нас здесь есть в параметрах, оно очень часто меняется. Все, что есть в самих коллекциях и в операциях, которые мы с ними проводили, вот как мы смотрели на Foursquare API, это все очень-очень стабильные штуки, они меняться будут редко. Но типы, типы, там, группы, какие-нибудь категории, все это меняется динамически. Поэтому хорошо бы иметь для этого какие-то отдельные параметры, чтобы мы могли их безболезненно вводить. Ошибка номер 200. Да? Жена-то есть с девушками? Все, дорогая, у тебя все хорошо? Да, все отлично. Что это значит? Беда. Беда. Но она возвращает статус-код, 200, отлично. Но ты понимаешь, что тебя там где-то, то есть, вот, что беда. Если ты воспринимаешь 200 отлично, как отлично в данном случае, это ведет к разводу. Потому что это отлично, не отлично. Также у разработчиков есть антипаттерн, возвращать 200 с кодом ошибки. Вот. Это очень плохо. То есть, 200, а внутри ошибка и код ошибки какой-то внутренний свой. Но пользователь получил это. Я недавно точно так же наступал на эти грабли. Там ты выполнил запрос, все окей, хорошо, но ничего не работает. Ты потом начинаешь смотреть, что же там за респонс, а в респонсе ошибка. Поэтому у HTTP есть замечательные коды ошибок. Используйте их. То есть, если на сервере возникла ошибка, не надо говорить, что все хорошо. Надо говорить откровенно. То же самое мы ожидаем тут, в принципе, что все плохо, тогда, ну как бы, ну с женщинами сложнее, чем с серверами. На сервере можно возвращать стандартные коды ошибок. И это будет правильно. И самое главное, разработчики вас будут корректно, правильно понимать и любить будут за эти ошибки, потому что они говорят, что конкретно пошло не так. Более того, есть такая штука envelope. Мы можем обернуть наши данные в какую-нибудь там в обертку и вернуть код ошибки, вернуть тип ошибки внутренней, вернуть описание, что пошло не так, вы вызывали IP, когда там она возвращает. Ошибка на сервере, да? Это очень много мне сказалось сейчас. Ошибка на сервере. На сервере произошла там какая-то ошибка. Что делать дальше? Ну то есть дальше ты в принципе сделать ничего не можешь. Но если же у тебя будет подробный лог, где произошла ошибка, особенно если у тебя много серверов задействовано, чем больше деталей попадет тебе сюда, тем лучше ты сможешь эту ошибку обработать. Я помню, еще на ASP.net серверах была такая штука, надо было убрать сообщение об ошибке, чтобы не дай бог хакер не узнал вашу чувствительную информацию. Туда может попасть какой-нибудь токен, какая-нибудь еще штука, ты вызываешь сервер, получаешь сообщение об ошибке, там полностью call stack, все-все-все, и по идее он может найти там что-нибудь интересное, ценное, полезное. Это считалось как уязвимость. Но в данном случае мы работаем с разработчиками, с умными, интеллигентными, сочувствующими людьми, которым надо показать, что произошло на сервере не так и почему. Поэтому чем больше мы дадим им данных о том, что произошло, тем лучше, быстрее они могут справиться без нашего sysadmina, с работы. Кто выводит такие сообщения? А в следующем году должно быть больше. То есть я вот переписываю уже API, чувствую, как это нужно моим пользователям. Не подумайте, что я все делаю правильно всегда. Этого невозможно. Просто есть вещи, которые были болезненны. Я вот скучал по таким штукам и делюсь с вами болью, которую иногда нужно испытывать. да, без боли нет обучения. Иногда только так можно научиться. Версионирование. Люди любят в версионировании добавлять сложность. Например, версия 1.0. Потом он сделает версию 1.1, потом он сделает версию 1.1.2. Но на самом деле версий таких будет немного. Что мы хотим добавить вот этой сложностью? ничего хорошего. Почему не сделать версию 1.2.3.4.5? Как правило, на этот вопрос никто ответить не может. Ну, потому что это маленькая версия, маленькое изменение. Неважно. Вот это самый простой способ версионировать ваши API. Почему обычно версии API ставятся в самом заголовке? Ну, в самом запросе? Потому что так проще работать с ними из браузера или с какого-нибудь инструмента. Есть целое направление, которое спорит, что нет, надо их добавлять в хедеры, в хедерах правильно, в хедерах то, но если они будут в хедерах, вы из браузера больше не сможете дергать эти API или не сможете дернуть нужную версию. Поэтому, если посмотреть там, правила говорят, да, используйте там версию в хедере. Но опыт разных крупных компаний говорит, что если вы оставите ее в заголовке, так вашим пользователям будет удобнее с ней работать и ее отлаживать. Вот. Есть очень прикольный Outwillio вариант, они используют дату. То есть вы можете дату сборки своего приложения использовать как версию. Мы подставляем дату и она проверяет, там у нас, например, была версия там первого декабря. Следующая версия будет там в марте где-то. Если у вас версия с сегодняшним числом, то она использует, находит ближайшую к ней версию публикации API и предполагает, что вы используете ее. Есть такая штука. Некоторые используют гибрид, они используют большую версию, мажорную там один, например, и внутри по датам делают небольшие изменения API. То есть есть разные подходы к версионированию. Важно в том, чтобы он был простым, понятным, и чтобы не надо было запоминать кучу всякой ерунды. И да, надо там, если вы хотите поиграться с API в браузере, то использовать ваш API должно быть очень-очень-очень просто. Вот как здесь мы с вами поигрались немножко. Да, собственно говоря, мы посмотрели с вами на постман. Посмотрели? Скачайте, не пожалеете. Даже чтобы просто популять запросами в Чак и Норрисе, будет очень прикольно. Есть описание, мета-описание API, Swagger называется. Оно позволяет простеньким языком, и тут же есть API blueprint, оно позволяет вам простенько-простенько описать нет, не шутки про Чака Норриса. Оно позволяет вам описать API и получить очень прикольную сгенерированную документацию, использовать его для того, чтобы сгенерировать всякие там, ну, во-первых, получить живую документацию такую, где можно прям попробовать, позволяет его задеплоить на какой-то сервер, сделать моки, позволяет сгенерировать из него фреймворки всякие для работы с мобильными, с андроидом, с iOS, с фронт-эндом. В общем, вы не пожалеете, если поставите себе эту штуку, ну, или хотя бы поиграетесь. Если вы занимаетесь там разработкой API-шек, то это мой вам совет, попробуйте хотя бы, что это такое. Вот, у нас осталось пару минут на вопросы. Если вы хотите подробнее поговорить, ищите меня, зовите, не пинайте. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Единая библиотека сейчас стандартная работа с REST-ом. Единой библиотеки работа с REST-ом? Библиотеки, которые позволяют вам что делать? Ну, вот, вы сейчас объясняли, как делать лучше, правильно? Да. Вот, пришел один программист, он делает, как ему лучше. Пришел второй, он делает, как ему лучше. Чтобы это вот был единый стандарт не просто принятый на фирме, а единый стандарт, который юзается всеми. Ну, вот, это частично это и есть REST с одной стороны. То есть, он ограничивает как раз, как все это должно было быть сделано. То есть, мы по нему прошлись, и вот эти вот best practices взяты оттуда. Плюс... Ну, это хотелось бы, чтобы программисты ни вправо, ни влево не уходили, да? Это плохо. Я тестировщик, да? Я вот как раз занимаюсь тестированием API. Вот. И один программист пишет, как ему удобно, второй пишет, как ему удобно. В результате получается, что одна функция там работает по одной логике, другая по другой логике. Ну, на самом деле у нас есть какие-то код-конвенции внутри проекта. Хотя бы внутри одного проекта мы должны договориться о том, как мы это делаем. Здесь есть какие-то best practices, как именовать, как работать с ошибками. То есть, вам нужно как-то протолкнуть для них вот какие-то концепции. Есть по REST, по крайней мере по советам, есть очень хорошие книжки. Есть REST recipes, есть REST там rules, книжечка. То есть, можно посмотреть из них, выбрать себе стандарт и попросить, чтобы они придерживались какого-то одного. То есть, такого фреймворка, который свяжет программистам руки и ноги и заставит писать всех одинаково, да если бы был, наверное, все компании бы уже его там использовали, штамповали программистов таких, как единообразных. Но мы хотим творчества, свободы. Да, но мы вот в этом нуждаемся, чтобы я, допустим, сел тестировать функцию, я знал, как она работает. Потому что чуть-чуть программист отошел, там, решил что-то сделать по-другому. И она по-другому работает, и я уже этого не вижу. Мне уже непонятно, что я должен получать. Ну, по идее, вот такое, как описание, как свагер, может позволить вам описать ответы возможные и много-много метаинформации туда уложить. Если они захотят с вами им пользоваться, то почему нет? По крайней мере, посмотрите в эту сторону, потом расскажете. Что? jsonapi.org Есть такая штука, она описывает формат ответов, формат запросов с каким-то там стандартом более-менее на верхнем уровне запросов и ответов их. Давайте посмотрим. Ну, я не знаю, насколько стандартно, но давайте тоже как вариант. Они предложили свой стандарт, они предлагают делать так и, в принципе, вещь на которую можно ссылаться для какой-то синхронизации между разработчиками. Ну да, в данном случае вопрос был о конкретной команде. То есть, если вы выставляете наружу API, то есть, даже если посмотреть на API всех там стандартных там провайдеров, оно не так сильно сейчас стандартизировано, как хотелось бы. Есть там языки описания, там RDL, ну, разные пробуют как бы внедрять, но такого, чтобы вот был стандарт стандартов, чтобы все придерживались, пожалуй, нет. Но в команде это сработает. То есть, вы можете принять в команде какой-то стандарт, который всем нравится и следовать ему. Я думаю, это самый как бы правильный способ. Еще вопросы? Спасибо. Все. Слайдики. Я добавлю ссылочки на книжечки хорошие по API и выложу вместе с слайдами сейчас на слайдшар. Так что ловите. Спасибо.